Продолжаем рассказ об исправительной колонии номер 6, расположенной в городе Бежицк. Наш визит в колонию проходил в рамках пресс-тура по исправительным учреждениям региона. В настоящее время ИК-6, а руководитель учреждением полковник внутренней службы Павел Мотин, исправительная колония строгого режима для мужчин, впервые осужденных к лишению свободы. Здесь отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Есть участок, функционирующий как колония поселения. В ИК-6 сформировано 9 отрядов осужденных к услугам нарушителей режима, штрафной изолятор и помещения камерного типа. Но сегодня наш репортаж о тех, кто порядок не нарушает и стремится выйти на свободу с чистой совестью. Имеется таксофон, осужденные. В распорядку дня имеют право звонить родным, близким, друзьям. Быт осужденных за последние годы здорово изменился. Чистое, уютное помещение для сна, отдыха и личной гигиены. Комната приема пищи. Ничего себе. Ничего себе комнатка. Руководство колонии большое внимание уделяет ремонту жилых помещений. Вообще за последние годы значительно укрепилась материально-техническая база учреждения. Все для нормальной человеческой жизни тех, кто находится здесь годами. Отбывая срок, человек не должен озлобиться и волком смотреть на окружающих, когда выйдет на свободу. Главное условие перевоспитания и осознание содеянного – трудотерапия. В колонии трудоустроено почти 90% из тех, кто может работать. Освоены и производятся 12 видов швейной продукции. 15 наименований продукции деревообработки. Расширяет свою деятельность участок по ремонту автотранспорта. Необходимым специальностям обучают здесь же, в профессиональном училище. С момента начала специальной военной операции производство в колонии переключилось на помощь фронту. Работают в две смены. Это у нас один из многочисленных швейных цехов. У нас в основном все производство сейчас переквалифицируем на швейное. И здесь мы производим продукцию. Это костюм полевой как раз для спецоперации. С начала спецоперации здесь шили аптечки, армейскую форму. Сейчас изготавливают удобные, из хорошей ткани многофункциональные костюмы. В таких нашим ребятам на передовой не страшны ни дождь, ни жара. Весь основной у нас получается объем. Это производство как раз вот этих костюмов. Потому что на них сейчас у нас очень большой заказ. И как бы люди уже руку набили, привыкли их шить. То есть мы можем сказать, что ребята там на передовой воюют в ваших костюмах? Получается, что так, да. Еще одна помощь фронту – изготовление окопных щитов из древесины. Работа идет полным ходом. Готовая продукция сразу отправляется на передовую. По госзаказу работают осужденные и здесь, в тепличном комплексе. Выращивают рассаду кабачков и огурцов. Выращенное здесь идет и на питание самих осужденных. Середина мая, а уже вот такие огурцы. Третий год в теплице работает осужденный Константин. Премудростям сельского хозяйства обучился здесь, в колонии. Константин, а вы занимались сельским хозяйством на свободе? Нет, не занимался. Первый раз здесь? Да, здесь научился. И как вам? Очень нравится. Очень нравится, занимательно. На будущее пригодится. Да, да. Время быстрее идет. А еще в учреждении развивается мясомолочное производство. На все исправительные колонии области выращивается картофель. О начале посевной мы рассказывали в предыдущих выпусках патрульной службы. Завтрак, обед и ужин в колонии по расписанию. Вот так выглядит столовая. Готовят пищу сами осужденные. Они трудоустроены поварами, подсобными рабочими. Кто-нибудь жаловался? Нет, пока не было таких. Хлеба недостатка нет? Нет. Можете посмотреть, у нас есть и пекарня своя, попробуйте хлеб. На территории ИК-6 действует храм в честь покрова Пресвятой Богородицы. С отдельно стоящей колокольней и церковный дом ремесел имени святого Иоанна Кронштадтского. Осужденные здесь занимаются свободно отработать время кружковой самодеятельностью. В данный момент мы находимся в помещении, где осужденные занимаются резьбой по дереву, изготавливают так называемые статуэтки Нилу Столобинского. Изготавливаем их из липы, полностью вырезаем, зачищаем и отдаем в соседние помещения, где их заканчивают. На них наносится молитва, в дальнейшем покрывается лаком и все. Вам и на свободе приходилось вот таким видом творчества заниматься? Подобным. Имею образование специальное по резьбе по дереву. Но здесь настоящее развитие идет гораздо сильнее, чем там. Нравится, да? И не устаете после работы, несмотря на то, что, да? Это для нас не работа, это отдых. Выточенные Александром фигурки попадают в другой цех. Антон, житель Москвы, отбывает наказание по 228-й статье. Вы и раньше этим занимались? У вас есть соответствующее образование? Ну, образования нет, но меня всегда как бы тянуло к творчеству. Вот и каллиграфия в этом плане неплохой выход из ситуации. Поэтому наношу старославянские символы, молитвы на вот эти вот замечательные статуэтки Нилу Столобинский. Это такой Тверской святой, Нилу Столобинская пустынь находится на озере Селегер. И вот именно вместе с Тверской епархией мы делаем эти статуэтки. Антон показывает грамоты от Тверской епархии за участие в различных православных выставках. У нас есть духовный наставник, так сказать, отец Ярослав, который приносит вот старые иконы, которые надо отреставрировать, покрасить, какие-то детали обновить, что-то заново сделать. Вот, осужденные этим занимаются. Посмотрев на условия быта и труда осужденных, мы направляемся за пределы зоны. В участок, функционирующий как исправительный центр при ИК-6. Об этом в следующем репортаже патрульной службы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова